Привет, друзья! Знаете, мне часто приходит в голову такая мысль, вот эти все комментаторы на ютубе, которые пишут блогерам, ты продажный, ты продался, ты там что-то упомянул, реклама, все проплачено, все куплено. Знаете, я практически никогда не вижу комментаторов, которые говорят, спасибо за мнение, ты вот похвалил что-то, вот сказал, что там какая-то вещь классная, да, и вау, там спасибо, интересно. И, естественно, постоянно вот есть огромная такая прослойка, которая кричит, нет, все только проплаченное, только коммерческое, ты не можешь ничего говорить от себя. И, знаете, это, с моей точки зрения, не говорит о продажности блогеров, а говорит это о продажности, скажем так, о продажной сущности самих вот этих комментаторов. Почему? То есть я это говорю без какой-то агрессии, да, без какой-то злобы, но сам принцип все равно остается таким. Почему? Потому что, когда у человека в представлении есть разные типы поведения, то есть вот один человек типа продажный, другой просто ему что-то нравится, он поделился, то, получается, не будет такого однозначного решения, что вот человек произнес с экрана ютуба, вот мне нравится что-то. Вот я там вот в таком-то магазине там покупаю или вот там классные там часы какие-нибудь у меня, да, то не будет однозначной реакции, что ааа, ты обязательно там тебе заплатили, потому что, ну а может ты правда поделился мнением. А когда у человека однозначная реакция, что проплачено, заплатили, или вот как жаловался Дмитрий Пучков, который гоблин на своем канале, что про фильм, если ты скажешь хорошее мнение, значит тебе заплатили, проплатили, ты продажный, чтоб ты рекламировал фильм. Если ты фильм обгадил, то получается, ааа, тебе заплатили, проплатили, чтоб ты его обгадил, своего мнения быть не может. И опять же, если какую-то серединную позицию озвучиваешь, то тоже вообще нифига не понимают. И так, ну ты, ладно, ты упоминаешь про этот фильм, значит пиар, значит тебе заплатили. И то есть все только за деньги делается, то есть видно, что у этих людей, которые это пишут в их представлении, человек вот там находясь, он только за деньги будет это делать. Он ничего не сделает от себя, вот именно просто свое личное мнение. В представлении этих людей автор канала, какой-нибудь ютубер, он просто не будет ничего высказывать, если ему за это не заплатили. То есть знаете как, вот пользуюсь каким-то классным скейтом, езжу на нем летом в парке на скейте, и это очень клевый скейт, очень клевой фирмы. Но блин, если я скажу, ведь это же будет реклама, и я отрекламирую бесплатно, они получаются какую-то выгоду получат, а я на этом не заработаю. Нет, я просто не скажу, я просто не буду, даже если мне нравится, даже если я уважаю своих подписчиков, даже если я хотел бы передать им эту информацию, но как это какая-то компания получит что-то за это? То есть она как бы наживется на этом, у них будет продаж больше, вы что, а мне вы за это не заплатили? Да ну нафиг, я лучше замолчу. То есть это представляется вот так, вот таким образом. И получается вот такой человек смотрит YouTube, и он думает так, вот один блогер, второй, третий, сто вкладок открыто. Вот они все специально молчат о том, что им самим лично нравится, и всегда будут молчать. Потому что они, как это сказать, то ли завистливые, то ли это не совсем правильное слово. А как это сказать, ну не знаю, жадные, это тоже не совсем то слово. Ну вот что, да, получается, я не хочу, чтобы им стало бесплатно лучше, там вот этой компании какой-то. Вот как назвать, какое слово, не знаю, можете в комментах написать, какое слово подобрать, чтобы это характеризовать. Ну вот нельзя, нельзя допустить этого, да. То есть вот они все такие, и получается, если уже произносят про какой-то бренд, про какой-то товар что-то, то только за деньги. Понимаете, если у человека, у этого зрителя, у этого комментатора в голове такая картина мира, это значит, что он такой, что он только так может. Он по-другому не сможет поступить. Он не может себе представить, что человеком может двигать какая-то другая мотивация, кроме как вот за деньги, вот только за деньги. И поэтому, ну получается, ну не знаю, такое неверное восприятие того, что происходит. Вот у меня там неоднократно я упоминал на ютубе про что-то. Я редко упоминаю про какие-то товары и бренды. Но бывало такое. Я помню, однажды рассказал про головоломку, даже не помню точно, как видео называлось, но вот про головоломку. Такая металлическая, которую я купил в Казахстане. Я поискал и нашел ее, ну думаю, вот я рассказал, просто поделился. А зрителям будет интересно и, ну получается, затребуют, где там, где купить, почему ты ссылку не скинул. Я поискал, нашел какой-то интернет-магазин, где вот я ее нашел. Вот она. И скинул ссылку, что, ну например, вот здесь можно купить. И я, кстати, не помню тогда сильно комменты не читал, насколько сильно меня обвиняли в продажности. Но потом получилось так, что из этого магазина меня нашли ВКонтакте и написали, чувак, ты что сделал вообще? Ты кто такой и что ты сделал? А у них просто бам! Такие продажи головоломок там, знаете, на графике волна такая. И, ну, помнится на тот момент, там дофига просмотров набрало то видео. Не помню точно там, сколько десятков тысяч и сейчас не знаю, сколько там просмотров. И получается, мне сказали, давай мы тебе хоть там, ну как-то отблагодарим там какой-то фирменной футболкой. И выслали мне футболку, в которой, по-моему, курс логики там, где я веду, там такая футболка с роботами. Короче, это от них. И вот и все, что я получил за это. А неоднократно что-то упоминал, вот просто потому что, ну вот, просто потому что мне нравится, я хочу поделиться. И это очень печально, что люди, получается, от каких-то там геймеров, стримеров и от каких-то людей, которые, ну, явно у них там все каналы, там полностью, вот весь канал заточен на рекламу, рекламу, рекламу. Сплошная реклама, товары показываются, какие-то услуги показываются и перед этим крутится реклама, там, да, от ютуба вставлена реклама. А еще и преролл, как бы в самом видео, то есть сначала идет реклама чего-то и все это, то есть сплошная просто идет реклама и их смотрят и там миллионные-миллионные просмотры. А приходят к человеку, который, ну, не знаю, я, во-первых, вот, допустим, занимаюсь и темой, которая не популярна на ютубе, да, то есть я бы, вот я танками раньше занимался. Если я в танки буду играться, я с ютуба буду зарабатывать, ну, более-менее реально. А с вот этого, чем я занимаюсь, я практически вообще там ничего не, ну, то есть там ерунду полную получаю. Вот. И получается, я иду на жертвы, чтобы доносить людям то, что важнее. И получается, мне по поводу рекламы, ну, вот сегодня с утра мне три человека написали по поводу рекламы. Можно у вас на канал вставить рекламу, там, запрашивают все время цену. Вот. И тоже, если на все их предложения идти, ну, будет получаться у меня там, как бы, не то, чтобы они прям разрывают мне личку, но будет получаться такое, ну, зарплатка, скажем так, зарплатка более-менее получится за месяц. То есть при текущем таком вялом, скажем, спросе на рекламу, да, на моем канале. Вот. Но я от этой зарплатки отказываюсь. Вот просто, просто, чтобы зрителям было комфортнее, да. И потом все равно появляются вот эти люди, которые вот ничего нельзя сказать. Понимаете, вот скажешь, что, ну, вот я купил ортопедическую подушку одну в Икеа, которая, ну, вот она реально клевая. Вот я ею пользуюсь фиг знает сколько. И она до сих пор, я даже ее постоянно использую в качестве, как сказать, под спину. Я ее подкладываю. И так происходит, ну, я не помню сколько, ну, пару лет, больше даже, чем пару лет. И она все никак не проминается. Вот вообще не проминается. Она все время выравнивается и до прежней формы. То есть это просто супер, да, я восхищен. Но, получается, вот каждый раз думаешь сказать зрителям, скажу, и будет куча гадостей. Ах, ты продажный, ты там продался. И думаешь, блин, что вообще в головах у этих людей? Ну и зачем я все это говорю, ребят? На самом деле, ну, у меня нет никакого огорчения по поводу того, что, ну, как вам сказать, может быть маленькое, может оттеночком таким есть. То есть я не удручен, я не то, чтобы там как-то в печали сижу, что, ну, как так, ребята понаписывали там. Ну, и везде там где-то регулярно пишут что-то такое. Но это повод задуматься. Вот люди, которые агрессивно, я не имею в виду только свой канал, я имею в виду разные каналы. Вот люди, которые агрессивно реагируют на все там упомянутое, все показанное. Вы просто задумаетесь. На самом деле не все проплачено, не все куплено. И у людей есть свое мнение. И вы не были на их месте, на месте вот этих авторов. Возможно, когда вы там будете, вы тоже иногда захотите просто от себя сказать, что, блин, вот эта футболка там, я ее купил, она реально клевая. И вы даже не знаете, какой там точно это был магазин. Ну, можете сказать, что, ну, ладно, вот там вот где-то был магазин, там ищите, вот если вы хотите такую клевую, как у меня. И вас будут обвинять в том, что это проплачено. И это как-то, ну, глупо получается. То есть, что вы не сможете свое же мнение выразить. Поэтому, ну, это просто такое, ну, не знаю, это даже не крик души, потому что слишком сильно это меня никак не задевает и не трогает. Но просто я думал о том, что вот есть такое, ну, это даже, может, не проблема, но все-таки мир как-то стал быть добрее, что ли, более таким светлым, более приятным, если бы вот эти ребята задумались, что часто, иногда они бывают неправы и обвиняют людей несправедливо. Поэтому, ребят, давайте все-таки жить в таком мире, где авторы различных ресурсов, блогов там текстовых, пожалуйста, видеоблогов, аудио каких-то там блогов, чтобы они все-таки могли обладать мнением и чтобы они могли что-то порекомендовать просто от души. И чтобы их не обвиняли в продажности, чтобы не омрачалось вот это общение между аудиторией и автором. И мир будет прекраснее, и хе-хей, как бы все будет очень-очень весело и больше будет улыбок. А я думаю, всем в конечном итоге этого хочется. Подумайте об этом, ребят. С вами был Торвальд. Пока.